Запрет на ввоз западного продовольствия пойдет на пользу самарским аграриям. В этом мнении сходятся представители регионального минсельхоза, эксперты ритейл-компании, а также сами сельхозтоваропроизводители. Последние, кстати, готовы занять освободившуюся нишу. Прежде всего, это касается отрасли птицеводства. Работающие сейчас в регионе Тольяттинская и Тимашевская птицефабрики, а также ряд фермерских хозяйств, произвели в прошлом году чуть больше 50 тысяч тонн мяса птицы. С вводом Сергиевского комплекса область полностью обеспечит себя натуральным мясом птицы и продуктами ее переработки. Ситуация с молоком сложнее. Своего на рынке 60%, остальное закупаем у соседей. Однако за последние два года именно Самарская область – единственный регион в Поволжье, который не только не снизил, а увеличил объемы молочного производства. Полностью обеспечить себя молоком планируем через 3-4 года, когда в рамках послания губернатора будет реализован целый ряд молочных инвестпроектов. За три года в регионе втрое увеличилось мясное поголовье. С учетом роста область сможет закрыть потребность своим сырьем уже через 2-3 года. Что касается производства зерна, область полностью обеспечивает себя хлебом. В этом году аграрии прогнозируют намолотить 2 миллиона тонн зерна. А к 2018 году поставили планку в 4-5 миллионов тонн. Продолжение следует...